МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». На Кишиневской мототрассе в Скинос и под патронажем президента Молдовы Игоря Додона пройдет грандиозный праздник спорта. Точнее, сразу два чемпионата по мотокроссам. И этот наш эфир мы решили посвятить организаторам и участникам этого спортивного состязания. С удовольствием их представляем. Итак, у нас в студии Юрий Дмитриев. Соорганизатор чемпионата Центральной Европы по мотокроссу. Там еще один чемпионат, но мы это позже расскажем. Степан Железко. Здравствуйте! Восьмикратный чемпион Республики Молдова. Затем у нас есть и кандидат мастера спорта по мотокроссу, чемпион Молдовы Илья Дмитриев. Здравствуйте! Здравствуйте! Николай Тимуш, чемпион мотокросса Восточной Европы 2017 года. Здравствуйте! Как мы перед программой говорили, наша главная тема, это, конечно, то, что происходит в городе. Городская среда рассказывает о проблемах города, но и о событиях, которые проходят в городе. Но чемпионаты, над работой которой проходят эти дни у вас, наверное, одно из самых грандиозных спортивных мероприятий в нашей молдавской столице. И мы очень гордимся, жители Кишнева, гордимся, что у нас есть такая шикарная трасса с Кеноса, одна из, наверное, лучших восточноевропейской, знаменитая трасса. Когда-то в Европе она была первой трассой, естественно, первой трассой Европы. Вот. И я бы, конечно, хотел бы, чтобы мы с вами поговорили и о том, что произойдет в эти дни, когда этот чемпионат пройдет, и о том, какими проблемами сталкивается мотокросс Молдова. Но вначале я предлагаю нашим телезрителям посмотреть на правах рекламы ролик, который подготовил наш телеканал в качестве рекламы этого грандиозного спортивного события. Пожалуйста, на экран. 21 и 22 апреля на трассе с Кеносой пройдет первый этап чемпионата Центральной Европы по мотокроссу, проводимый совместно с первым этапом открытого лично командного чемпионата Республики Молдова по мотокроссу на кубок Юрия Гагарина. Соревнования пройдут под патронажем президента Молдовы Игоря Дадона. Начало заезда в 10.30. Вас ждет нереальный драйв, борьба характеров и моторов. Ну, на ваш, как говорится, суд. Нравится вам, я думаю, наверное, все-таки нравится. Это труд моих коллег, причем использованы видеокадры предыдущих чемпионатов. Мы внимательно следим за тем, что происходит на этой трассе. И когда нас приглашают для освещения событий спортивных на этой трассе, с удовольствием откликаемся, снимаем. И, как я понимаю, моим коллегам это очень нравится. Зрелищный вид спорта и даже, наверное, такая борьба характера, борьба моторов, как сказано было в этом ролике. Ну, давайте расскажем поподробнее. Кому пришла идея? Это плановый чемпионат? Что это за чемпионат? Что будет проходить? Какое зрелище кишиневцы будут наблюдать в эти дни? Это первый этап чемпионата Восточной Европы, который будет проходить у нас. Это большая честь, потому что очень давно не проходили никакие такие грандиозные мероприятия. И мы с удовольствием ждем гостей с разных стран именно вот этого округа. И начнется это... Мы будем встречать гостей с пятницы, то есть где-то с 20-го числа. Ну, сами тренировки будут проходить 21-го числа. Ну и, соответственно, соревнования будут проходить 22-го числа, начало в 10-30. Мы с удовольствием ждем, рады. И, кроме того, так как нету сейчас с нами президента Федерации Мотокросса Виктора Главичкина, вот я вместо него как бы объясню и скажу, что дай бог, что прошел этот чемпионат без каких-то травм, не дай бог, господь. Но мы еще ждем и потребовали от Федерации, Мировой Федерации Мотоспорта то, что провести здесь у нас на нашей мототрассе первый этап чемпионата мира по коляскам. Это будет очень грандиозное шоу и это будет за честь нашей республики. Вот кто уже откликнулся, кто приедет на... Из каких стран, какие спортсмены приедут участвовать в этом чемпионате? Точно вот сейчас пофамильно трудно сказать, кто приедет. Откликнулись многие. География это Румыния, Украина, Россия, Польша, Греция, Болгария, Словакия. Наверное, будет один из участников с Германии парень один. Я, извините, не помню просто пофамильно, но тоже. Ну, примерно вот как-то так. Украина, я, наверное, повторюсь. Степан, я вас представил как ветеран, и мне так представили вас как ветерана этого вида спорта. Ну, судя по спортивному телосложению, вы еще, как говорится, о-го-форме. Вот ваше впечатление от того, как проходят чемпионаты на нашей трассе Скиносы, какие оценки нашей трассе дают спортсмены, которые приезжают, и как, на ваш взгляд, проходит подготовка этого чемпионата? Ну, наша знаменитая трасса Скиносы, когда пришел к нам чемпион мира Гарри Эвертс, отец знаменитого Стефана Эвертса, он сказал, что наша трасса очень скоростная. То есть она в плане того, что... Да, потому что сейчас мерить, тенденция идет на суперкросс, то есть с Америки приходит суперкросс, там очень много трамплинов. У нас еще осталась та трасса скоростная, поэтому многие любят. Здесь можно открыть газ, здесь можно прыгнуть трамплин в 30-35 метров, то есть она очень зрелищная. Продемонстрировать технику и возможность... Вообще, мотор реализуется на максимуме моторы, понимаете? Есть трассы очень коротенькие, которые ты... Допустим, я езжу на большом моторе, я не могу реализовать свой мотор на маленьких, на коротких трассах. То есть это минус, когда большой мотор, трасса затыканная. Вот ребята знают, молодые. Я там теряю, допустим, для большого мотора нужна трасса скоростная. Вот у нас знаменитая Кишиневская, в Ханчештек тоже очень похожая трасса на Кишиневскую. Так что у нас любят эту трассу. Украинцы любят, приезжают постоянно. Приезжают румыны, им очень нравится. Поэтому надо приходить видеть, потому что сейчас мотоциклы современные, они очень быстро бегают, очень далеко прыгают, очень высоко. То есть современные технологии ушли очень вперед. Мы в физическом плане чуть-чуть отстали. Потому что я катался еще, вот я еще катался с родителями ребят. Я уже прошел через три поколения и поймал еще те мотоциклы, старые, Чезеты. Потом двухтактные, потом я привез в Молдову первые четырехтактные. То есть я прошел через вот эти три этапа мотоциклов. То есть я знаю и те, и вторые, и третьи. А сейчас мотоцикл, уже компьютер стоит на руле. Он очень современный. То есть нам нужно догонять технологический процесс. То есть в физическом плане ходить бегать. Но не случится ли так, что техника, она вытесняет здесь, будем говорить, человеческий фактор? Человеческий фактор нет. В этом виде спорта нет. Понимаете, если мотоцикл едет быстро, а вы не готовы, вы не сможете его удержать. Понимаете, то есть вот как я на последнем этапе, в прошлом году, я как бы догонял украинцев. И мотоцикл современный, я чуть еще не привык к нему. Я прыгнул трамплины очень далеко, мне отстегнулись руки от него. То есть здесь фактор техники очень важен, но важнее физические, то есть физкультура, возможности человека. То есть надо управлять им. Это не автомобиль. Это разные вещи. Тебя там трясет, мы получаем до 7-8G. Это полет в стратосферу. Вы назовите мне любой вид спорта, который за час вы можете похудеть на 2-3 килограмма. Нету такого вида спорта. Надо заняться чувствовать тем видом спорта. Для тех, кто ходит в зал по полгода, вот на трассе мотокросса за час-2-3 килограмма. Юрий, вот в чем особенность грядущих чемпионатов по сравнению с тем, что уже проходили в Молдове? Есть какая-то, может быть, ну не знаю, нюансы? Конечно, есть. Разница большая. То есть мы всегда проводили, вот как сейчас мы будем проводить, как бы два чемпионата. Чемпионат Гагарина и чемпионат Восточный Урок. Раньше мы проводили, даже, если я не ошибаюсь, лет 5 назад или 6 у нас был чемпионат, первый или какой-то этап чемпионата Европы по мотокроссу. Тогда мы готовились просто все. Что спортсмены, что родители, что соседи, что друзья. Все на помощь приходили, потому что нужно было подготовить трассу от А до Я, по их каким-то нормам нужно было ее обязательно полить, обязательно там где-то что-то убрать, где-то что-то поменять. На данный момент трассой вот сейчас вот занимаются ребята, почему и нет у нашего как бы президента, федерации мотокросса. Потому что он занят именно вот этим вот сейчас, вот этими делами. Все как бы на этой трассе изумительно, но нам нужна помощь. Помощь, конечно же, и государственная, помощь городская. Потому что, если взять даже для того, чтобы полить эту трассу, ну практически все есть. Но она все сгнила при советских, это все со советских времен. То есть инфраструктура самой трассы уже нуждается в реконструкции. Да, она нуждается в помощи. Туда нужно провести воду, туда нужно провести какие-то трубы. Ну я, в принципе, не сантехник, не знаю, что там это именно нужно, какие именно узлы. Но сам факт в том, что это все нужно. Нужна и световая драма. То есть нам света не хватает. Допустим, даже по вечерам ребята могли бы тоже тренироваться, если бы был бы прекрасный свет. Но этому мы как бы идем по шагу, по шагу, по шагу идем. Спасибо огромное Игорю Николаевичу за его помощь. Он с нами уже лет 5-6, если я не ошибаюсь. Да. Лет 5-6 он с нами помогает. Он помогал нам до того, как был президент. Он всегда с нами рядом. И даже, кажется, если не ошибаюсь, в прошлом году он открытие сделал. Он был со своим младшим сыном. И он даже предоставлял и говорил такое вот, что пусть он подрастет, мы же даже вам отдам его на воспитание, на развитие. То, что Игорь Николаевич азартный человек, а тут еще оказывается бесстрашный. Ведь я, насколько знаю, мотокросс травмоопасный вид спорта. И вот что делается для того, чтобы снизить, ну, какой-нибудь риски травм? И страхуются ли спортсмены? И как это реализуется, если, конечно, в случае получения травм? Вот ваш опыт. Давайте я вам расскажу, как мы лет 10 назад, мы поехали на чемпионат в Восточной Европе, в Грецию, не в Грецию, в Кипр. И нас не хотела страховать самая большая компания страховая, Кюби Осеток. Пока не позвонил министр обороны и дал указание. Мы первая группа риска. Нас просто не хотят страховать, потому что компании, как бы, несут убытки из-за нас. Но это мы не виноваты, что они занимаются страховкой, а мы занимаемся спортом. Мы первая группа риска. И вот этот статут они переделали в течение двух часов специально для нас. Потому что позвонил министр обороны и сказал, ребята, нужно сделать страховку для членов сборной Молдовы по мотокроссу. У нас до сих пор это не работает. Вот даже случай был на первом этапе. Сейчас наши мотогоны ездили в Грецию. И не вовиду будет сказано Донарису, что они страхуют за копейки, а потом сейчас человек у нас сломал тазобедренную кость. Очень дорогостоящая операция была, в которой ребята тоже мотогона скинулись деньгами. То есть страховщики отказались и сами спортсмены вытаскивались. И страховщики как бы дают иное количество денег. Но эта страховка за границей стоит на порядок дороже и лучше, чем у нас делают вот эти вещи. И поэтому страховые компании они выбирают. Знаете как, кто не попадает, кто попадает, кто в первой группе, кто во второй. Это неправильно чуть-чуть, мне кажется. Вот мы делаем, мы ездим не для того, чтобы просто ездить. Для того, чтобы все люди приходили и смотрели, что это такое. Вот на футбол приходят, мы раньше собирали больше зрителей, чем любой вид спорта. Кто помнит трассу скиносы, не было места, как на пляже. Вот просто не было. И люди не приходят. Вы придите, сейчас посмотрите, сейчас очень зрелищно. Сейчас трамплины, я помню 20 лет назад, как летали мотоциклы по 10-15 минут. Сейчас они летают по 45 метров. Это 12-13 этаж, вы понимаете? Вот посмотрите, с 13 этажа вниз, вот ребята прыгают с такой высоты. То есть не с высоты, а в длину, я имею в виду. Высота под третий этаж. Давайте, так сказать, эстафету передадим молодому поколению. И я понимаю, что вы будете участвовать в этом чемпионате. Да. В каждом своем классе. Да. Уже катались на этой трассе? Естественно, мы здесь живем. Они здесь живут. И вот впечатление, допустим, трасса, понятно, что знакомая, но бывает так, что, например, на самом чемпионате она открывается как-то по-особому. Максимум, что ее больше подготавливают. Поливают, выравнивают. А так, трасса та же. Вот твои впечатления от этой трассы. И, в общем-то, если можно, я так понимаю, что раз у тебя уже есть такой титул, как тоже чемпионский титул, вот как он завоевывался? Ну, тренировался и старался, шел к этому и все. Шел и пришел. Молодец. Понятно, что труд вложен был. Но с кем в тот момент приходилось соревноваться? Кто были твои противники? Насколько они были подготовлены? Свои соперники, насколько они были готовы или не готовы к встрече с тобой? Все были готовы, все готовились к этому. А участники были с Восточной Европы. Я уже точно не помню, какие страны. Николай, вот сколько времени ты уже занимаешься этим? Когда первый раз пришел на трассу? В 4 года, уже 11 лет. Он даже не помнит, я помню, когда он был маленький. в 4-летнем возрасте ты сел на мотоцикл? Ну, я понимаю, что есть такой класс мотоцикл, который может посадить самых маленьких. Да, но там не то, что проблема, а там просто радость. Папа это просто бредил, всегда любил этот вид спорта, фанат этого спорта, и он просто посадил что одного, что второго ребенка. То есть, вы практически представители спортивной династии? Да, они братья двоюродные. Вот, и этот, скажем так, дядя, одному дядя, другому папа посадил ребят, и мы их толкали, я помню, не доставали ножками до полу. То есть, мы их толкали, они делали какие-то упражнения, опять же, мы их ловили. Вот в данный момент вот такие вот вырастили чемпионов. Да, вырастили чемпионов благодаря, опять же, благодаря родителям, благодаря дяде, благодаря дедушкам, бабушкам, благодаря всем, который стоял рядом и помогал, чем мог и как мог. Ну, вот, Николай и Илья, такой вопрос, что самое сложное оказалось вот в этой карьере начинающего спортсмена для вас? Вот с чем приходилось, наверное, ну, не знаю, бороться? Был ли какой-то страх перед техникой, перед вот этими, перед тем, что нужно проезжать очень непростые трассы? Вот, Илья, допустим, твои впечатления. То есть, все легко давалось или как-то, ведь я знаю, смотрите, вот чисто обывательский пример. Мы знаем, какие большие очереди на сдачу экзаменов по вождению, четырехколесной техники. Здесь же вы обуздали практически двухколесного зверя с мощными характеристиками. Легко ли это удается? Ну, меня, я начал достаточно давно, мало что помню, но единственное, что я помню, у меня был всегда страх старта. Я боялся именно стартовать. Боялся обуздать на старте? Нет, именно вот сделать этот шаг, стартануть на гонке. Вот этого я боялся. После того, как я стартовал, страх пропадал. Толпа просто. Вначале вот этот волнительный, вот когда вот как экзамен, приходишь ты на экзамен и вот вытаскиваешь билет. Это примерно вот этот вот стартовый машин, он видит первый штат. это как прыжок с парашюта. Да, или как прыжок с парашюта. Ты стоишь и ты ждешь, и бойзно, а когда сзади еще стоит папа, дядя, тренеры, ребята и говорят, давай, ты должен, ты должен сорвать старт, ты должен быть первым. Вот этот вот страх был и у одного, и у второго, мне кажется, тоже. Это у любого есть. Это проходит со временем. Но сейчас это позади или еще есть такое волнение стартовое? Сейчас уже это позади. Хорошо, тогда вот такой еще вопрос. Ну, понятно, что есть определенный, призовой фонд или вот что-то в качестве вознаграждения получает спортсмен. Что ждет тех, кто взойдет на первые ступени пьедестала, на главные ступени? Это, так скажем, это не секрет для всех. Всегда идет от первого до, мы сейчас рассматриваем, от первого до пятого места или от первого до третьего места сделать какой-то призовой фонд. Кроме того, как обязательно это кубок, обязательно грамота, обязательно медаль, кроме того, идет призовой фонд в денежном эквиваленте. Допустим, сделаем так, вот первое место это 300 евро, второе место это 200 евро, третье место это 100 евро и там 50 и 20. Постараемся сделать так, мы посмотрим, насколько, как соорганизоваться, какие у нас будут финансы и на что мы можем их, как мы их можно рационально использовать. вот, кроме того, даже не знаю, как сказать, самое главное это поддержка людей, самое главное это поддержка наших глав государств, самое главное это поддержка для спортсменов. И еще, к нам приезжают гости, гости бывают с разных стран, допустим, это Украина, Румыния, это ближлежащие страны, да, если у нас, допустим, с далеких стран, то мы стараемся и так же для нас тоже делают люди, допустим, если мы едем куда-то в Россию или там, не знаю, в Европу навряд ли, но я вот насчет помню России или Украины, если из далек, допустим, там из-за поденции какой-то едет вот человек, он там начинает выступать, мы ему даем на дорожные его расходы 50 евро или 50 долларов, то есть компенсация это по дороге, да, в дороге. Это стараемся делать, так как это уже, ну, как традиция стала между спортсменами, между организаторами, вот, потом как бы самое главное, чтобы ребята выступили хорошо, хоть это сын, это брат или кто бы это не был бы, с Молдавии откуда хочешь, самое главное, чтобы любой, любое мероприятие, оно было без трав, не нетраматичное. Мотокросс, чемпионат, который вы организуете, не проводите, в начале, ну, в 20-х числах апреля, я уверен, это очень зрелищное мероприятие, вы соберете зрителей, но ведь, наверное, должны быть и какие-то, ну, потенциальные рекламодатели, ведь посмотрите, в том же футболе, там, борта уцеплены баннерами рекламными и так далее, есть ли какой-то отзыв от потенциальных рекламодателей, которые готовы были бы разместиться на этих площадках, потому что внимание телеканала вам обеспечено, и это возможность, опять же, в общем-то, продвижения. Конечно, мы рассматриваем обязательно, мы рассматриваем любого нашего спонсора, скажем так, кто будет, кто хочет разместить свою рекламу, мы готовы это рассмотреть, готовы сотрудничать, говорить об этом, но самое главное, это первое, это поддержка Игра Николаевича, это под таранатом Игра Николаевича, у нас проходит каждый мотокросс, который в Кишиневе, скажем так, или в Молдавии, стараемся, стараемся именно сделать именно так. Это первый человек, который нас постоянно идет на встречи, постоянно нас поддерживает, постоянно рядом с нами, а также хочу заметить, или как бы больше сказать, это партия социалистов, которая тоже старается что-то делать, молодежь партии социалистов крыло, молодая гвардия всегда рядом, они где-то помогают на каких-то местах опасных, с ложочками стоят, ну, чем могут, тем помогают. Вот это... То есть такая волонтерская помощь. Волонтерская, да, но это помощь именно от партии. Вот вопрос такого рода. Вы на мотоциклах ездите только в момент с приведения, с тренировок и соревнований, или бывает, что ездите вот, ну, в обычной жизни, по нашим дорогам, по которым двигаемся, вот мы, как я, как автолюбитель. Вот вопрос вам. Вы знаете, я ездил всю жизнь на мотоцикле, у меня всю жизнь был мотоцикл, который я ездил по городу. Ну, в те времена были явы. Сейчас более современные. Вы знаете, я заметил, что по городу опаснее ездить, чем на трассе мотокросс. Вот это удивительно. Опаснее, ну, вы знаете, вот у мотогонщика картинка по городу у меня, как будто все едут на похороны. Едут медленно. То есть у нас по-другому все это работает. И, несмотря на это, очень опасно ездить по городу. Нас не уважают. Поэтому я последние 10 лет уже не езжу по городу на мотоцикле, на своем мотоцикле. Я могу позволить себе поехать на скутере. Больше удовольствия получаю. Там скорость небольшая. Вот. Поэтому сейчас мотоциклы современные очень быстро ездят и очень опасно. Поэтому... Ну, любителей мотоциклистов на улице, на дорогах у нас достаточно большое количество. Особенно с открытием, потеплением, когда начинается весенне-летний сезон. Рычание моторов уже слышишь и видишь. Это очень большая ошибка, что они всю зиму не ездили и сразу начинают быстро ездить. То есть человек, как у нас тоже самое. Если мы не катаемся всю зиму, мы садимся на мотоцикл, нам приходится где-то месяц адаптироваться. Мышцы, визуально, все это, картинка, вот это должна прийти обратно. А наши мотоциклисты, я с уважением отношусь к нашим байкерам, мотоциклистам, что самая большая проблема при падении, при авариях это скорость. То есть мы не можем остановить этот мотоцикл. он очень быстро, то есть реакция на торможение уменьшается. Поэтому я прошу от мотоциклистов чуть-чуть помедленнее, если вы будете ехать, вы успеете затормозить. У нас в мотокроссе, если я не успел затормозить, да, я упал, у меня нет препятствий, в мотокроссе нету пешеходов, нету автомобилей, нету заборов. А вы ездите по дорогам национального пользования, и тут есть препятствия. Вот проблема в ударе с каким-то автомобилем или с человеком. Поэтому это скорость, 90% всех аварий, это скорость. Поним. Вот вопрос, Илья Николаевна. Вам приходится ездить по нашим дорогам, вне спортивных тренировок, занятий? Да, я езжу. И, ну, я понимаю, ты молодой человек, хочешь понравиться девушкам, надо проехаться на красивом мотоцикле, это все объяснимо. Но как водители относятся к мотоциклисту вот сегодня? Вот твое ощущение, когда ты едешь по обычной городской дороге? Ну, на самом деле, я вот буквально недавно в этом сезоне первый раз выехал, и единственное, что я заметил, я проехал буквально немного, но за это время машин пять, может, начали просто со мной соревноваться. Да, просто видят то, что я обгоняю, и начинают давить, обгонять, и я не знаю, зачем, не знаю, почему, но вот так оно сейчас. Но они же не знают, кто чемпион, поэтому они думают, ну, вот выехал с городовая, чего, собственно, надо как-то, наверное, писать табличку, не гоните за мной, я чемпион. Нет, самое главное, еще другое. У нас еще вот, я не знаю, у нас как зима, это какой-то апокалипсис для Кишинева, и очень много ям. Ну, снег сходит вместе с асфальтом. Да, снег сходит вместе с асфальтом, и получается, что ребята выезжают на мотоциклах, им, конечно же, легче объехать какую-то яму, нежели мы автомобилю. И получается вот такой конфуз, скажем так, то есть и мотоциклист хочет объехать яму, и в это время автомобилист хочет объехать яму, и очень частое столкновение именно из-за того, что у нас неправильно выложен асфальт, у нас его практически нету. И это проблема номер один, не только у мотоциклов, и у машин, вот с этим делом нужно что-то делать, это решать, и как можно... Ну ведь за рубежом вы ездили, допустим, на обычных автомагистралях? Да. Ну вот есть разница подхода к тому, как инфраструктура создается? Вы знаете, там уважают мотоциклистов, смотрят в зеркало, просто уважают, уступают дорогу. У нас не научились, у нас чуть-чуть культура другая. Почему, когда наши соотечественники едут за границу, они там становятся пунктуальными. Приезжая сюда, становятся непунктуальными. Понимаете? То есть, одно касание автомобиля с мотоциклом, или у него травма, или, не дай бог, страшнее. Поэтому, лучше оставьте его в покое, не дразните, потому что он сейчас будет гоняться, вы за ним, он за вами, и попадете в аварию, потому что вы не знаете, кто он, начинающий, или молодой человек, или взрослый, потому что в шлеме-то не видно, кто это такой. Мужчина, девушка, юношка. Нельзя дразнить, потому что они молодые, они быстро входят в этот азарт, понимаете, и вы сделаете ему плохо. Николай, а тебе приходилось выезжать за пределы мотоциклетной трассы по городу? Нет. По возрасту еще нельзя? Да, по возрасту еще нельзя. Ну, понятно, желание есть, или пока еще не... Желание есть. В принципе, я в следующем году уже могу получать права на мотоцикл, ездить. Но все равно у нас как-то опасно ездить на мотоциклах. Ты уже чувствуешь? Да. Лучше по трассе. Ну, вот вы сегодня упомянули байкеров. Вот вы спортсмены такого, достаточно, будем говорить, специализированного вида спорта. И байкеры это сообщество, будем говорить, профессионалов-любителей или любителей профессионалов мотоциклетного мира, мотоциклетного спорта. То есть, все равно это любители. Байкеры, сообщество, все, кто любит мотоциклетную технику, хотят объединяться, общаться на эту тему, делиться впечатлениями, даже возможность помогать друг другу. Вот, есть ли какое-то проникновение между вами? Есть ли дружба, общение? Есть ли какая-то поддержка со стороны байкеров в ваш, так сказать, ваш адрес? Я так понимаю, что, например, вы точно можете поставлять им, по крайней мере, опытных своих коллег, которые могут перспективно быть, быть в рядах байкеров и достаточно дисциплинированным быть водителем, понимаешь, чем имеет дело. Но вот, есть у вас какой-то, будем говорить, диалог с байкерским сообществом? Да, я многих знаю, меня многие знают. Вы знаете, когда я учился в школе много лет назад, у нас все секции, начиная от футбола, волейбола и так далее, были бесплатные. И я даже в Досафе, когда занимался мотокроссом, все, это было бесплатно, доступно. Сейчас у нас школа мотокросса, и меня многие спрашивают, а сколько у вас стоит заниматься мотокроссом? Я всегда отвечаю, нолей, это дорого? Приходите. Это не стоит ничего. Мы приходим через день на тренировку на трассе мотокросса, мне не трудно, просто, когда я отдыхаю, любой мотоциклист может прийти, мы можем дать несколько уроков, как тормозить, где сидеть, как лучше, как хуже, вы начинающий. То есть, мы же учим детей, вот они были маленькими, мы же тоже их научили, понимаете? И вот они становятся чемпионами. И никто, даже бесплатно никто не приходит. Ну, приедите вы вот на тренировку, просто поддержите. Они приходят нас, да, спасибо им на соревнования, приходят поддерживать нас. Почему-то они остаются до конца, то награждение, не знаю. Вот. Ну, приходите к нам на трассу мотокросса, мы всегда через день, вторник, четверг, суббота, я уже много лет, там есть у нас площадка асфальтовая, можно, мы ставим коны, и можно на торможение, на реакцию, на повороты. Есть очень много упражнений, это не автомобиль, это мотоцикл, и к нему надо привыкать, к разному мотоциклу по-разному, погода меняется, тоже нужно менять. Многие не знают, как пользоваться резиной, ездят на одной резине и зимой, и летом, и осенью. есть очень много нюансов. Сейчас мотоциклы современные, поэтому вот у нас школа мотокросса пока бесплатна. Я много лет борюсь с этим, чтобы это было, как в старые добрые времена, чтобы не было, у кого-то есть возможность, денежная, допустим, и он занимается этим, а у кого-то есть желание, а нету средств. Поэтому я хочу как-то, чтобы все, которые хотят, занимались этим видом спорта, независимо от финансов. Вот тогда такой вопрос вам и Юрию. Есть приток, скажем так, молодой крови в этот вид спорта, или есть какой-то недостаток от того, что некому передать опыт? Нет, приток, конечно же, есть. В первую очередь приток это дети мотоспортсменов, это первый приток. Второе, есть люди, я со Степой соглашусь, есть люди, которые очень хотят заниматься, но нету средств. Само, это не, скажем так, это не дешевый вид спорта. Все-таки купить мотоцикл, кроме мотоцикла, купить все обмундирование, это стоит денег. И заправить этот мотоцикл маслом, бензином, неважно. То есть все это вместе, в совокупности, это очень большие средства. Многие люди хотят, но нету средств. И мы хотим сейчас, в данный момент, вот вся федерация, в том числе и Степ, и все старшие наши ребята, мы раздумываем, подумываем, как-то вот что-то решить, вместе же с Игорем Николаевичем, тоже будем, наверное, как-то вот, что-то решать в этом смысле, что нужен, либо спонсор, либо не знаю что, для того, чтобы мы купили хотя бы для деток, каких-то вот, допустим, 5-6 мотоциклов, вот 65 кубических советов, 50, 50, это вообще автомат, можно образно говоря, там просто газ и тормоз. чтобы детки могли хотя бы понять, нужно ли им это или нет, потому что купив технику, купив это все, и вдруг ребенок говорит, папа, я боюсь, или там, или еще что-то. Он должен характер проявиться. Да, он должен проявить характер, поэтому нужен, наверное, такой какой-то, скажем так, либо комплекс, либо какая-то структура, которая должна заниматься этим. Вот ребята, они готовы. Но, опять же, все упирается в средства. Ну, вот Илья и Николай, вопрос вам. Судя по рассказам ваших старших коллег, вы начали свою спортивную карьеру практически в беспамятстве, то есть находились в таком возрасте, когда не могли принимать собственных решений. Но вот сегодня вы уже люди повзрослевшие, вы можете принимать свои решения. Первый вопрос, если вдруг вот стоял бы выбор сегодня, каким видом спорта заняться, то стали бы вы дальше заниматься, то есть стали бы заниматься мотокроссом или выбрали любой другой вид спорта, представим, что их нет в студии. Ну, не так, чтобы мой ответ был честный. И если все-таки, ну, жалеете ли вы, что именно вот мотокроссом занимаетесь? Лично для меня, не знаю. Я не знаю спорта, который лучше мотокросса лично для меня. Но это для меня единственный спорт, который, ну, вот сколько я им занимаюсь, и не устал от этого. Вот какие качества он в тебе выработал? Что ты, как ты мог бы оценить, например, что в твоем характере проявилось благодаря мотокроссу? В принципе, сам характер, сам мой характер выработал этот спорт. Ну, в любом случае, может, какой-то страх убрал. И, в принципе, помог во многом. Стал мужчиной. Да. Ну, понял. Николай, ты вот выбрал бы другой вид спорта? И опять же, давайте честно, допустим, я договорюсь с вашими старшими коллегами, чтобы они вас не ругали. Да нет, я бы не выбрал другой вид спорта, потому что я занимаюсь с 4 лет, это уже почти как моя жизнь. Точнее, это моя жизнь. Я живу этим спортом, и я бы не менял уже спорт и все это. Ну, понятно, что вы продолжатели династии, но вот ваши родные и близкие, допустим, мамы, бабушки, они переживают за вас? Может, им не нравится то, что от вас пахнет моторным маслом, там, не знаю, форма такая пропитана бензином? Ну, переживают, но они уже смирились с этим, то, что уже долго. Ну, переживают, но смирились. Тяжелый вопрос у всех. Это понятно. ну, семья все-таки приняла ваш выбор и поддерживает. Ну, понятно, что это все было под диктовку старшего, наверное, в семье, но тем не менее, хорошо то, что вы это почувствовали, что это вам генетически, что ли, передалось, эта страсть к моторам. Наверное, так? Да. Это здорово. Если вернемся снова вот к тем чемпионатам, которые будут проходить на скиносах, проходит определенная подготовка, подготовка трассы, организации всего этого. Вот, но помимо призового фонда, помимо каких-то обычных бытовых вещей по организации всего этого, что будет предложено гостям, ну, в качестве, не знаю, там, культурной программы, либо какой-то спортивной программы, либо, может быть, ну, не знаю, программы отдыха? Вот. Очень хороший вопрос. Мы над этим работаем, ну, конечно же, обязательно. Это кофе, чай, шашлыки, кого-то мы будем приглашать из, скажем, может быть, каких-то ресторанчиков, баров, я не знаю. Думаем. Кто будет подавать заявку, конечно же, поможем. Это же, опять же, сложности в документации и так далее. Конечно же, в будущем мы хотим сделать какое-то, даже маленькое шоу. Те же, опять же, какие-то маленькие мотоциклы для тех же деток, которые пришли туда вот погонять, по, не знаю, посмотреть, попробовать, пощупать, потрогать. Также, может быть, какие-то даже и картинги. То есть, все это мы продумываем, но стараемся сделать по мере своей возможности. Но, надеюсь, в следующем году, дай бог, когда нам дадут разрешение, и опять же, при поддержке Игоря Николаевича, мы обязательно сделаем чемпионат мира. Здесь проведем его, это грандиознейшее мероприятие. И вот после этого мы уже будем точно думать, как еще лучше улучшить людям сам этот процесс мероприятия. Не только просмотр. Посмотр, это, конечно, обалденная вещь. Это я ответственно говорю, приезжайте, посмотрите, вы не пожалеете. И кроме этого, мы придумаем что-то где-то для детей, чтобы отвлечь их и что-то еще. Ну, я понимаю, что должны организовываться какие-то фан-зоны, но, наверное, привлекайте и нас, телевизионщиков, мы вам поможем все это сделать так, чтобы, например, когда люди уставшие от шоу-мотора могли уйти в фан-зон и смотреть на большом экране. Обязательно. Ну, тогда последний вопрос. Какие главные требования Международной Федерации предъявляют организаторам вот таких чемпионатов? Что должно быть в качестве минимума предусмотрено для того, чтобы состязание было, будем говорить, квалифицировано и признано? Я сейчас попытаюсь ответить, мне Степа поможет в этом. Обязательно это должен быть автопарк, куда заезжают все автогоны. Они все заезжают в закрытый парк, там обязательно это должна быть вода, потому что у них получается как кемпинги, скажем так, автобусы, где они живут, в нем же. Там должна быть, ну, хотя предоставить им свет, электричество. Кроме того, я так думаю, во-первых, должна быть осознана, я так считаю, и многие так считают, осознана трасса светом, освещение, кроме того, потому что, когда получается, ладно, все мы дали это электричество, они подключили их 220, а ходить, темно, нужно освещать людям, обязательно, конечно же, туалеты, душевые, это как минимум, это как минимум. Еще требования от судейских, судейской коллегии, должны быть на трассе для спортсменов, при таком, для чемпионата Републики Молдовы должны быть две скорые всегда, для такого уровня должны быть три в обязательном порядке, три скорые, должны быть пожарная машина, и должно быть, как бы, полицейские должны быть на трассе, чтобы следили за порядком, вот, и судьи, есть еще судьи соревнования, есть судьи на каждом трамплине, то есть, в случае падения, судья на трамплине с флажком показывает, что кто-то просто следующий спортсмен уже понимает, что вы ждете, надо быть осторожным. Желтый плат показывает, вот эти тоже требования от судейской коллегии, вот, и у нас еще стоят сейчас должны быть датчики на каждом мотоцикле, потому что каждый мотоцик через компьютер проходит у него самое лучшее время, допустим, раньше, в те времена, когда я катался, на каждом повороте стояли судьи и писали, проехал этот номер, проехал, сейчас, нет, сейчас это все в электронном виде, ты можешь посмотреть, сколько минут ты проехал круг, это очень удобно. Ребята, спасибо вам за то, что пришли в нашу студию, за этот разговор, я думаю, что зрителям было так же интересно, и не только мои коллеги, и я лично придем поддержать нашу молдавскую команду на этих чемпионатах, я думаю, что наши зрители с удовольствием ответили на ваши приглашения, массово пойдем смотреть на то, как это будет проходить. Приходите, поддержите. Огромное спасибо вам. Сборная Молдавы. Да, будем следить и, в общем-то, рассказывать в наших новостях о победах наших молодых и юных и зрелых спортсменов. Будем следить за всеми вашими успехами. Спасибо огромное. Спасибо. Итак, вы смотрели программу «Городская среда», у нас были участники, организаторы чемпионата по мотокроссу, который пройдет в 20-х числах апреля на трассе Скиносы в нашей столице. Оставайтесь с нами, «Городская среда»